Итак, как нам уже рассказали наши коллеги с аудио в первом части, что они сегодня затронули мусорную тему. Мы тоже хотим обсудить эту такую наболевшую в Крыму тематику. И в первую очередь сделаем это с нашей гостью. У нас в гостях сегодня Екатерина Угольникова, основатель проекта «Разделяйка». Правильно? Да. Могли бы рассказать, что это за затея? Как я понимаю, речь идет о том, чтобы разный мусор кидался в разные контейнеры, правильно? Да. Действительно, раздельный сбор отходов набирает свою популярность в России. И это действительно очевидные вещи, насколько захламлена на сегодняшний день наша планета. И это набирает обороты, что нас очень радует. Мы, конечно, болеем душой за эту идею. И суть этой акции состоит в том, чтобы донести людям важность сортировки отходов. Потому что свои бытовые отходы на самом деле можно использовать как ресурс. и отправлять их на вторую жизнь. Мы для этого хотим организовать... Ну, это не наша идея. Она распространена более чем в 30 городах России. Имеет большие масштабы. И, наконец-то, она дошла до Крыма. Мы взяли на себя такую инициативу проводить эту акцию раз в месяц. Популяризировать и доносить необходимость для людей сортировки отходов, которые потом можно будет отправить на переработку и производить из них аналогичные другие вещи. Ну, вот в зависимости от того, да, вот если ты отдельно собрал два пакета, там, стекло, отдельно пластик, отдельно пищевые отходы, ты же действительно можешь привести к тому, что все эти вещи, ну, помимо пищевых отходов, они получат вторую жизнь, так сказать. Вот расскажите, как это всё происходит, что это за процесс, чтобы мы разъяснили, почему так важно всё-таки практиковать раздельный сбор мусора, почему именно эта система так принята в ряде европейских стран, и если мусор всё-таки собирать без раздельного сбора, за него даже штрафуют, насколько я знаю, что в Европе, да? Это очень объёмная тема. Дело в том, что отходы, они отправляются на захоронение на полигон. В большинстве случаев у нас в России вторую жизнь и сортировку подлежит буквально до 10% отходов. Работка, да. Вот. И в Европе, во многих, в некоторых странах этот уровень переработки достигает до 80%. Если же сортировать отходы дома, разделять отдельно макулатуру, стекло, пластик, PET-бутылки, металл, жестяные элементы, тогда можно достичь результатов о том, что 50% отходов уйдут на вторую жизнь, и всего лишь половина только отходов отправится на полигон на захоронение. И чем это преимущество, чтобы сортировать эти отходы дома? Потому что это всё дома вымывается, то есть отход получается уже не мусором, он будет чистый, и он будет иметь более высокого качества и преимущества перед переработкой и получением вторую жизнь. Вот. Ну вот, допустим, начала я собирать раздельно мусор. Да. Хорошо, что мне делать с этими мешками? Ведь далеко не везде установлены эти урны, которые, ну, обычно, хорошо, вот даже если я, вот такая вот вся сознательная, вдруг. Вдруг решила всё-таки практиковать такую историю. То как всё-таки добиться того, чтобы удалось установить большое количество баков? По моему мнению, на сегодняшний день не всё население готово сортировать отходы. Даже если мы в каждом дворе установим различные баки и урны для разного вида вторсырья, не каждый человек будет это делать хотя бы потому, что не знают люди этого. А проводили социологические исследования? Есть ли какой-то вот показатель, там, грубо говоря, каждый второй готов? Вот, допустим, у нас во дворе стоит, я так скажу, вот такие вот урны пластиковые. Которые говорят о том, что часть населения определенная, я не могу назвать этот процент, готова сортировать отходы, если эти урны будут установлены в городе. Вот, но это не все люди, это не стопроцентный объём, это не все люди в городе. И поэтому наша акция имеет в том числе и просветительский характер. Мы уже начали просвещать население, ходить с лекцией на данную тематику в университеты, в школы, в различные клубы, где мы доносим необходимость этого раздельного сбора, приглашаем людей на акцию, которая у нас будет проводиться на регулярной основе раз в месяц, чтобы человек был уверен, что вот он сегодня собирает этот мусор, для того, чтобы его через месяц отнести на вторую жизнь, и он не будет у человека копиться там по полгода и ждать, когда где-то появится возможность это сдать. И таким образом для людей это будет проще и легче. Ну, в принципе, чтобы реализовать такую затею, ну, нужно не только как бы какой-то вот информационная, правильно, подача, но и немало денег, например, для тех же урн там особенно, о которых вы говорите. И вот буквально года два-три назад ещё в социальных сетях был довольно популярный, так сказать, мэм, когда там стоит три контейнера, а потом все их сбрасывают в конце концов в одну кучу. И я вот, честно, немножечко вот веру в это разделение потерял. То есть как так-то получается? Что, мы просто стараемся? Да, это вообще такая проблема и задача не только экоактивистов, это и города, и в том числе страны. Как известно, у нас идёт эта мусорная реформа, которая обязывает с 1 января этого года сортировать отходы. И поэтому мы решаем это всё сообща, мы выходим на министерство, у нас сегодня будет встреча в администрации города, чтобы поднимать эти вопросы и действовать сообща, потому что цель одна, задача одна, и решать её нужно вместе с государством, с местными властями, органами, и также, конечно, с обществом, с активистами и идейными людьми, которые будут это воплощать в жизнь. Что же касается сортировочных, да, допустим, у нас в Каменке, я не знаю, как сейчас функционирует, не функционирует, по-моему, в САКах тоже там были какие-то у них какие-то проблемы. Хватает ли у нас таких вот мест, где всё же этот процесс проходит? Тоже, надо же людей туда нанять, кто захочет этим заниматься? Это обязанность действительно органов местного самоуправления сортировать отходы, но дело в том, что эта сортировочная станция позволяет сортировать буквально до 10-15% вторсырья всего лишь, а если этим заниматься дома индивидуально, то это позволяет сортировать, по крайней мере, до 50% отходов, и таким образом уже они уменьшатся, отправляясь на свалку в два раза. Спасибо вам большое. Мы считаем, что это существенно. Спасибо, что пришли к нам в гости. В гостях у нас была Екатерина Угольникова, основатель проекта «Разделяйка». То есть мы популяризируем, что мусор всё-таки лучше собирать раздельно. Будем надеяться, что крымчане отнесутся к данной информации действительно добросовестно.